Казанский университет Но в последние годы, и особенно с вождением нашего университета в этот проект 5.100, работа завертелась более интенсивно, и на слайде видно, что результаты у нас неплохие были достигнуты за эти годы, рост существенный по количеству иностранных студентов. И мы попытались взглянуть на ту деятельность, которую мы делаем более системно, и понять, что же такого можно еще предпринять, чтобы эта деятельность нас привела на те заветные 15% иностранных студентов в контингенте, учающихся, Которые мы должны достичь к 2020 году. Но и глядя на себя любимых, мы поняли, что если системно подойти к этой деятельности и расположить ее на такие составляющие, То, в принципе, действительно можно предложить свой опыт и проанализировать его, предложить свой опыт и другим для распространения адаптации. И возникла идея нашего проекта, который был подобрен Ассоциацией глобальной университеты и поддержан на рабочей группе по взаимодействию с зарубежными партнерами. Спасибо большое Максиму Борисовичу Кумякову, в общем-то Ирине Георгиевне, Тарелиной исполнительному директору Ассоциации глобальной университеты за поддержку нашего проекта. И мы вышли вот с нашим предложением в Центр социологических исследований, с нашей заявкой, и она была одобрена. Таким образом, мы вот уже год занимаемся этой проблематикой, ну и достигли определенных тоже результатов. Значит, изначальной идеей проекта была разработка и апробация в университетах участников проекта 5.100, эффективную систему привлечения иностранных студентов, способствующую росту их заинтересованности для обучения в России, и также росту международной репутации наших университетов. И понятно, что поскольку такую богатую практику привлечения иностранных студентов обладает не только мы, но и другие ведущие вузы России, а также, естественно, это и зарубежные университеты, и поэтому мы попытались провести исследование аналитическое вот этого мирового опыта по привлечению иностранных студентов, попытались выделить и формализовать лучшие практики, так называемые, которые обладают конкретные вузы, попытались разработать целостную методику создания и внедрения в Российском университете системы привлечения иностранных студентов, естественно, провести ее апробацию в ряде вузов, ну и провести обучающие консульционные мероприятия. Вот на одном из них мы сейчас с вами присутствуем. Значит, у нас в проекте так плотно участвуют шесть университетов, на базе которых мы проводили обработку нашей методики. Это наш партнер Санкт-Петербургский политехнический университет, у нас здесь присутствует Евгения Васильевна Салталкина, представляет Уральский федеральный университет, Максим Борисович Комяков, здесь его представляет сегодня Нижегородский государственный университет, Александр Борисович Бьерный, Балтийский федеральный университет, к сожалению, не смог подъехать. Они вот недавно вступили в наш проект КСО, но так вот с корабля на БАЛ попали в наш проект. Национальный исследовательский Томский государственный университет, Артем Юрьевич Рыбонин представляет его. Ну и мы, собственно, сами тоже послужили площадкой для акробации своей методики, потому что понятно, что, несмотря на то, что в ее основу, конечно, лег наш собственный опыт, но все-таки обобщение и изучение чужого опыта, она тоже оказалась полезным и тоже есть над чем, было над чем поработать. Значит, мы хотели, чтобы исследования не проводились полуарно. Мы всегда пытались вывести свои результаты на различные обсуждения. В рамках рабочей группы по взаимодействию с зарубежными партнерами Ассоциаций и Лобальными Университетами. В рамках нашего собственного проекта тоже была создана рабочая группа и заведена и страничка проекта на нашем сайте, где смещена такая краткая информация о проекте. Если нажать на кнопку «Обсуждение материалов проекта», то можно перейти на такой форум, который мы организовали в качестве вопросов-ответов на актуальные вопросы, но, к сожалению, надо констатировать, что активность здесь была очень низкая. Может быть, мы сами, но это не очень широко увлекли общественность, хотя пытались очень сильно. Но, тем не менее, материалы проекта размещены вот именно здесь. Кто хотел, получили туда доступ. По-моему, все, кто здесь присутствует, всем зарегистрированным участникам доступ был предоставлен. Материалы можно там скачать для оснащения. И еще хочу сказать, что еще по техническому заданию проекта мы еще целый год будем на этом форуме работать. Если есть желание, то вот можем перенести площадку общения еще туда и в течение года там продолжать действовать. Значит, как я уже говорила, на первом этапе мы провели неконалитические исследования по общению мирового опыта, вузовского опыта по влечению иностранных студентов, изучали и различные обзоры, отчеты, национальные политики, стратегии, программы, документы, публикации ведущих международных изданий, посвященных вопросам высшего образования. И, в принципе, получили очень хороший обзор, но более того, мы хотели сконцентрироваться на неких именно практиках, которые демонстрируют самые успешные вузы и в России, и за рубежом. И для этого нам нужно было провести некий отбор, потому что нельзя объявлять необъятные и нельзя описать все случаи успешной практики. Поэтому мы сконцентрировались на нескольких претензиях, которые были для нас, как нам кажется, наиболее важны в этом исследовании. То есть мы обращали внимание, во-первых, конечно, на вузы, у которых существенный рост иностранных студентов и в абсолютно относительных величинах. И поскольку, конечно, все мы нацелены, ну, по крайней мере, те вузы, которые работают в проекте 5-100, мы нацелены на продвижение мировых академических рейтингов, то нам, конечно, было важно, чтобы мы, чтобы те вузы, на которые мы смотрим, они тоже демонстрируют существенный рост в этих рейтингах. Поскольку, как мы все знаем, ну, по крайней мере, рейтинг ОС и Times Power Education обращают внимание на долю иностранных студентов. Это хоть и небольшой весовой офицер имеет этот показатель, но, тем не менее, он тоже уносит свой вклад. Вот, поэтому на эти рейтинги мы тоже обращали внимание. Рассматривали вузы, которые находятся в списке ста наиболее интернациональных университетов мира по версии рейтинга ТИЧИ. Еще мы обращали внимание на те вузы, которые выбрали для себя в качестве референтных участники проекта 5-100, потому что понятно, что уже эта работа была проведена, и вузы уже каким-то образом для себя выбрали вот эту референтную группу, на кого равняться, и в том числе по стратегии привлечения иностранных студентов. Поэтому на эти вузы мы тоже обращали внимание. И таким образом у нас сформировался такой вот список восьми зарубежных, восьми российских университетов, практику, которую мы пытались изучить более внимательно. Ну вот на слайде представлен такой, ну, небольшой изрез. Я говорила, что мы, или успела сказать, мы данные по вузам рассматривали в динамике, конечно. Здесь представлены только данные за 2014 год, но на слайде невозможно уместить весь тот объем информации, который был нами собран. Вот. Но интересно, что все вузы зарубежные, конечно, входят в топ-200, если не сказать в топ-150 лучших вузов мира, по версии разных рейтингов, в том числе и КОЭС, вот здесь приведены данные. И вот вы видите доли иностранных студентов в этих вузах, ну, просто ошеломляющие, конечно. Хотя и в наших российских университетах тоже такие показатели мы видим, если мы посмотрим на российский университет дружбы народов или томский политехнический университет. Цифры впечатляют. Вот. Ну, лучшие практики мы подготовили для вас тоже. В раздавке у вас есть некоторые кейсы некоторых вузов. И по ним, я надеюсь, мы с вами завтра проведем небольшое практическое занятие. Ну, и по результатам вот этих всех исследований и изучений лучших практик мы подготовили, собственно, комплектную методику создания внедрения в российском университете систем привлечения иностранных студентов. Возможно, мы, конечно, опирались и на свои представления больше о том, как этот процесс должен быть организован. Вот. Возможно, мы не учли все тонкости и нюансы. Понятно, что есть еще нам над чем работать. Но вот нам показалось, что вот системный взгляд на эту работу, он должен выглядеть примерно так. То есть здесь указаны основные разделы нашей методики. И, в принципе, мы попытались сделать так, чтобы она содержала широкий набор моделей и методов решения инструментов, которыми вы можете воспользоваться в своей ежедневной практике. Но что-то, может быть, вы еще сегодня узнаете более новое, более актуальное для вас, потому что мы хотели подготовить для вас более интересные доклады самых ведущих вузов нашей страны по практике привлечения иностранных студентов. Я сейчас коротко пройдусь по основным разделам методики. Первая глава у нас посвящена современным тенденциям, о которых уже сказал Максим Борисович. То есть это оценка и доли нашей страны, и вот эти риски, которые нам угрожают потери рынка и доли на этом рынке. Различные тенденции были озвучены, и в методике это тоже все есть. Значит, понятно, что никакая система не может существовать без цели полагания, и мы попытались сформулировать некие цели, которые могли бы вы заставить перед собой, когда планируют создание такой системы или развитие, по крайней мере, ее. И понятно, что мы в этом процессе отталкивались, конечно же, сверху вниз, то есть от тех целей, которые ставят перед нами государство, и в программе развития образования, и в концепции социально-экономического развития нашей страны с 2020 года. Задача по привлечению странных студентов есть, она актуальна, и даже выражена в цифровом выражении, то есть мы к 2020 году должны совокупно достичь 10% доли иностранных студентов на территории нашей страны. Это очень много, и задача, конечно, очень непростая. И кроме того, задача стоит такая, что доля доходов от образовательной деятельности от иностранных граждан и иностранных организаций должна составить не менее 10% от государственного финансирования системы образования. То есть, ну, это вот вопрос о зарабатывании денег, вопрос очень сложный, но он нашим государством ставится, тем более, если учитывать, что в принципе у нас государство реализуется именно стратегия получения дохода от иностранного образования, международного образования, а не стратегии согласованного подхода, когда нам не важно, сколько денег нам приносят иностранные студенты, главное, чтобы они были, чтобы это действительно был инструментом мягкой силы. В нашей стране, ну, это тоже задача реализуется, но все-таки государство хочет, чтобы мы на этом деле зарабатывали. Значит, понятно, что стратегия привлечения иностранных студентов, она может быть представлять, может представлять из себя и отдельный документ некий, может быть в составе общего, общей программы развития ВУЗа, стратегии интернационализации и так далее. И разные ВУЗы, как мы обратили внимание, и большинство, наверное, ВУЗов все-таки не выделяют это в отдельный документ, но вот в общем университетской какой-то стратегии выделяют для себя вот эту нишу по привлечению иностранных студентов по интернационализации, по экспорту образовательных услуг и ставят какие-то определенные задачи, которые нужно достичь из определенных периодов времени к определенному году. Понятно, что, чтобы городу подправил стратегию, конечно, нужно учитывать факторы, которые ее определяют, это и внешние, и внутренние, и о том, мы сегодня уже много говорили, о том, что влияет, собственно, на нашу стратегию, и на выбор студентами наших ВУЗов. И среди внутренних факторов, конечно, это наш внутренний дизайн, функциональный тип ВУЗа влияет, и его цели развития как исследовательского, или предпринимательского, или какого-то еще типа университета. То есть все это влияет на конфигурацию системы привлечения иностранных студентов, на те цели, которые мы перед собой ставим, на те приоритеты, которые мы имеем, и как мы это реализуем, какими финансовыми ресурсами мы располагаем, как мы структурно подкрепляем этот процесс. То есть вот это оформление, оно должно, как сказать, лечь в основу вот этого документа, или, по крайней мере, содержаться в каком-то более основополагающем документе, как стратегический план развития университета. Но это должно быть, эта работа должна вестись, потому что не имея вот этого документа и не имея тех целей, поставленных четко и сформулированных, очень трудно контролировать, насколько действительно же мы эффективны. По времени чуть-чуть. Более это... Динамичный, да? Раз, да, больше им на вопросы. Значит, показатели, критерии эффективности системы тоже мы пытались сформулировать. Конечно, мы исходили из, опять-таки, из того, что государство нам диктует сверху из тех показателей, которые для всех вузов одинаковые из наложенной мониторинги эффективности. Для нас, как для участников проекта 5.100, проект повышения конкурентоспособности, сформулировал эти цели. Ну, а показатели здесь могут быть, конечно, разные, но в целом они должны отражать, насколько вуз способен достигать тех целей, которые ставят, и насколько эффективно подразделение, которое, собственно, занимается привлечением на странах студентов, но вот на слайде они перечислены в методике поподробнее. Значит, о нормативной рекомендирующей базе у нас после меня расскажет, говорит, Абдук, заместитель директора Департамента внешней связи, потому что я самолетов на этом вопросе не буду. А кроме того, мы в методике попытались сформулировать подход к тому, как, собственно, представить процесс привлечения иностранных студентов, и как соотнести его с теми структурными подразделениями, которые, собственно, подкрепляют этот процесс. Ну, здесь, может быть, очень много всего написано очень мелко, в методике все поподробнее можно рассмотреть, но это просто я хотела бы сказать, что каждому подразделению в этом процессе отводится определенная роль. И, конечно, каждый возле себя, может быть, сформулирует это несколько иначе и с учетом своей специфики, но, по крайней мере, мы сделали такую попытку проанализировать и симпатизировать эту деятельность, может быть, она кому-то будет полезна. Ну, и, конечно, говоря о методике привлечения, нельзя не говорить именно о системе, собственно, мер, которые мы предпринимаем для того, чтобы привлекать иностранных студентов, в первую очередь, это академические мероприятия, потому что это, собственно, и есть тот самый главный мотивирующий, ну, нет, может быть, не самый главный, но один из главных, собственно, куда и на что едут иностранные студенты, это конкретные академические программы, если уже, в принципе, выбирает университет, и поэтому мы попытались выделить некие целевые группы и проанализировать, каким группам, что интересно, и, собственно, какие существуют академические мероприятия, которые именно нацелены на привлечение настройных студентов. Маркетинговые мероприятия, ну, это и участие в специализированных выставках, ярмарках и, естественно, рекламных функционных материалов, ну, и, конечно, тренд в последнее время веб-медиамаркетинг, из которого, естественно, не может быть эффективной системы привлечения сейчас, потому что сейчас молодежь не живет без своих смартфонов, айфонов и все вот эти мобильные приложения, и обязательно, конечно, англоязычный сайт университета, сайт-визитки, вот, все это работает, и обо всем этом методики есть, и, возможно, мы сегодня еще в этом услышим. По взаимодействию с внешними рекрутерами у нас сегодня будет доклад Чулпан-Фрата в магазине, завтра, извините, завтра, вот, и она расскажет, как этим мы занимаемся у нас в университете, а по такой группе, как зарубежные выпускники расскажет нам Елена Павловна-Горожанкина. Да, 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 вот она, да, из университетов руссконародов. Это тоже очень интересный ресурс. Еще один раздел методики посвящен такому страшному вопросу, как источники финансирования, системы привлечения иностранных студентов. Мы попытались оценить вот эти входы, из чего, собственно, складывается университетская система грантовых стипендиальных программ, из чего она могла бы складываться. Стипендии, естественно, бывают академические и социальные, то есть, которые на основе академических успехов, достижений присуждаются, или на основе каких-то материальных, материальных положений студента. И понятно, что различные бывают источники, но понятно, что самое главное, это, наверное, наши собственные государственные программы страны-экспортеры и, конечно, программы страны-поставщиками иностранных студентов, те же самые «Сайенс-будал-бодрассы» бразильские, «Балаша» казахстанские, ну и прочие. Об этом Максим Борисович тоже интересно рассказывал. В общем-то, это все по методике. Я уже говорила, что мы неоднократно об этом говорили, докладывали о своих результатах. И по итогам проекта мы планируем опубликовать наши материалы в журнале университетского управления «Практика и анализ». Это очень авторитетная журнала у нас в России, которая занимается вопросами университетского управления. входит в базу данных «Белкуссайенс», то есть очень солидное издание. И мы планируем это сделать так. Будет специальный выпуск, когда мы приглашаем всех желающих излить свою душу по повалившим вопросам о привлечении иностранных студентов, а как приложение к этому журналу будет, собственно, наша методика, вот этот труд, который мы наработали. Сейчас сроки пока предварительные. Мы всем вам сделаем рассылку и пригласим обязательно к участию, когда уже все будет более точно и понятно. Ну, у меня, собственно, все. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok